Солнечная вспышка Это не то, что вы думаете. Это оружие настолько опасное, что я никогда в своей жизни не встречал такого. По крайней мере в новых версиях пиксельгана. Честно говоря, никогда такой пушки в жизни я не видел. Да и свирепосек я раздала своё первенство. Но я расскажу, почему эта пушка стала лидировать. Ну во-первых, у неё крайне сумасшедший радиус атаки. Я такого вообще никогда не видел. Знаете из-за чего? Потому что она может атаковать молниями, когда снаряд пролетает около противника. Ну и естественно, молния наносит очень приличный урон. И конечно же, при полной зарядке вы можете убить любого врага с двух выстрелов. Ну конечно же, если нету модуля, который противостоит вашей стихии. Второе, это то, что вы можете убить врага с одного выстрела, если вы попадёте самим снарядом по врагу. Конечно, снаряд проходит сквозь врагов. И вы можете убить сразу нескольких противников. Поэтому это ещё один большой плюс. Третий плюс также касается снаряда. Если вы попадёте рядом около врага, то будет урон по зоне. И вы можете уничтожить врага. Да. Вы не ослышались. С одного выстрела. Но у меня, как всегда, большое но. Если стоит противостихийный модуль, то естественно, вы не сможете уничтожить врага с одного выстрела. Потребуется до трёх или четырёх. Ну и последний, четвёртый плюс этого оружия, это то, что с ним можно даже джампить без урона. Поэтому, если вы прыгнете, то не печальтесь. Урон вы не получите. Однако, джампит это оружие крайне слабый, поэтому в конкурсе «Лучший джампинг» она точно проиграет. Однако, как показали тесты, я в бассейне могу запрыгнуть на крышу. Конечно, я не только сигал по крышам, а занимался и другими тестами, которые показали, что эта пушка просто зверская. И поэтому она заслуживает семь звёзд. Да, вы не ослышали, семь звёзд. Впервые ставлю семь звёзд, поэтому это знаменательное видео. Ну, или чуть-чуть знаменательное. Да, конечно же, кому-то будет неприятно видеть такую пушку, она потому что слишком мощная. Ну, это уже дело разработчиков. Я не знаю, как они поступят с этим оружием, но, по крайней мере, оно очень крутое. Ну, и годится против всех игроков. Но, хочу вам сделать ещё одно предупреждение. Если вы активировали каменную кожу, то это спасёт вас от снаряда. Но никак не спасёт от молнии, потому что молния наносит свой собственный урон. И фактически это делает оружие уникальным, что даже каменную кожу пробивает. Поэтому тут это будет даже пятый плюс. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я надеюсь, что вы убедились в мощности этой пушки, а также её способностях. Ну, а я благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал.